Кайт-луп на крюке Движемся с кайтом на 11 либо час Приводим доску на ветер и в то же время переводим ваш кайт на 12 и немного за 12 часов Когда кайт достигнет 12 часов, отталкиваемся бордом и затягиваем планку После вылета сохраняйте ваше положение тела и перед тем, как достигнете верхней точки прыжка, инициируйте кайт-луп, сильно потянув заднюю руку, чтобы кайт провернулся быстро и с минимальным радиусом Тяните заднюю руку, пока кайт не совершит полный оборот и передний баллон не начнет смотреть вверх Когда кайт завершит поворот, отпустите планку, это позволит кайту выйти вверх быстрее и подхватить вас на приземлении Чтобы не потерять подъемную силу кайта и чтобы он не перелетел за голову, приберите планку немного на приземлении и направьте кайт по направлению движения Приземляйтесь в слив Потом переведите кайт вперед гораздо сильнее, чем нужно даже, чтобы продолжить движение Повторим ключевые моменты Начните со стабильного прыжка, послав кайт немного за 12 часов Тяните сильно заднюю руку для того, чтобы инициировать кайт-луп Отведите планку от себя, когда кайт провернется Верните кайт в положение для дальнейшего движения Ну и еще разок Инициируем обычный стабильный прыжок Сильно тянем заднюю руку, пока кайт не провернется Отдаем планку от себя после того, как кайт провернулся Наслаждайтесь вашим катанием с Duatone Кайтбординг Академией Ну а тут написано, что никто не отвечает, если вы покалечитесь, пробую разучить эту штуку Буги-луп это кайт-луп, скомбинированный с фронт-роллом во время полета Это просто безумный и очень мощный трюк Максимальная тяга кайта происходит в инвертном положении во время вращения Нужно быть очень опытным и уверенным в обычных кайт-лупах, перед тем, как подходить к этому трюку Пробуйте эти техники и движения в средний ветер, и потом, шаг за шагом, усложняйте условия Ну и как в кайт-лупах, тут очень важен тайминг Поднимаем кайт, прыгаем бэк-ролл, проворачиваем ваш кайт до того, как достигнем вершины прыжка Кайт-луп должен быть минимального радиуса, тогда у кайта будет больше времени, чтобы подхватить вас на приземлении Давайте посмотрим подробнее Едем с кайтом на 11 или час Приводим доску на ветер, и в это же время кайт поднимаем на 12 часов и немного назад При прохождении кайтом 12 часов, отталкиваемся доской и инициируем фронт-ролл Непосредственно перед тем, как вы достигнете верхней точки вашего прыжка, инициируйте кайт-луп, сильно потянув заднюю руку Нужно рассчитывать кайт-луп таким образом, чтобы максимальная тяга пришла именно когда вы находитесь на полпути в вашем вращении Когда кайт полностью закончил луп, смотрим на точку приземления Приземляемся в слив А теперь давайте повторим основные элементы Инициируем фронт-ролл Во время фронт-ролла сильно тянем заднюю руку для того, чтобы инициировать кайт-луп Нужно делать кайт-луп таким образом, чтобы рывок получился в половине вращения Приземляемся в положении даун-винд Ну и еще разок для чек-листа Прыграем сильный прыжок Делаем фронт-ролл Тянем заднюю руку Приотпускаем планку, когда закончится луп Для того, чтобы кайт вышел вверх И наслаждайтесь вашим катанием с Duotone Кайтбординг Академией Спасибо, кто досмотрел В самом деле, есть несколько каналов в интернете, которые делают подобные ролики Это Кайтсерфинг Колледж, кажется, Duotone Академия Есть Слингшот Фойлинг Академия, кажется, так называется И если вам нравятся подобные видео Я, в принципе, могу их переводить Это не очень сложно Если это видео будет популярно Соберет много просмотров То продолжим делать что-то подобное Кидайте в комментарии трюки с этих каналов Либо какие-то маленькие видосы, которые нужно перевести Ну и подписывайтесь на канал Распространяйте видео Всем спасибо Субтитры сделал DimaTorzok